Это серьезно в своей жизни, очень серьезно. Я даже специально проводил эксперименты со собой, которые были рискованными достаточно, чтобы понять, что это именно так. У меня недавно, в прошлом году, была поездка в Израиль, и я почувствовал, что там я могу погибнуть в дороге. Я решил отменить поездку. Потом начал молиться, 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 и в молитве прошел вот эти все три стадии. На последней стадии я почувствовал, что я не хочу полностью сжигать эту судьбу, я хочу проверить, так это или нет. И на последней стадии я ощущение вот этого страха оставил чуть-чуть. Сердце спокойно, чувствую, что это будет событие, связанное с дорогой, уже все это понял. Чувствую, что в это время, когда поездки в Израиль, все это понял. И как бы чувствую, что событие все равно произойдет, но со мной ничего не случится. И на этом точку я поставил, не стал дальше молиться, чтобы проверить. Это был мой эксперимент. Весь в Израиль никакого события не было. Я всех предупредил, ездить осторожно там, следил, когда, когда. Антенку свою держал, чувствовал, когда будет это событие, ничего не происходило. И я думаю, что это какая-то шизофрения, может быть вообще этого ничего нет. Может я уже с ума сошел. И чувствую, что нет, вроде бы должно произойти, думаю, странно. Я уже улетаю в Россию. Сел в самолет, полетел. Начал прослеживать полет. И смотрю, прямо в самом конце полета, вот это событие. Я еще не взлетел. И спрашиваю, в интернет зашел, в Москве погода хорошая, все. Ну, что за ерунда вообще такая? Какая-то мистика. Ну и взлетели, короче, полетели. Перед самой посадкой в Москве буря, шторм начинается, неожиданно. И самолет не может сесть. Он начинает кружить над Москвой, вот так кругами. Целый час летал над Москвой, не может сесть. Ветер шквальный. И я смотрю на людей. Каждый человек, сидящий в самолете, я специально как будто в туалет пошел, на всех посмотрел. Начал исследования проводить. Все стюардессы, все люди, которые сидят вокруг, все должны погибнуть сейчас в этот момент. По судьбе. Вернее, не должны, а могут погибнуть. Не то, что они должны. У них у всех печаль смерти на них стоит. В разной степени. Не всех одинаково, в разной степени. И я такой сел и чувствую, что у меня тоже. Я думаю, что я не домолился, сейчас грохнемся. Так немножко жутковато стало. Сосредоточился на звуке святого человека и начал молитву. Прошло пять минут. Через пять минут тро раз судьба прямо и отступила. Я чувствую, ничего не будет. Потом еще десять минут помолился. Чувствую, все. Уже точно ничего не будет. И успокоился сразу. Потом начал смотреть на других людей. И смотрю, кто-то вообще спит просто. Кто-то сидит, молится. Кто-то в какое-то странное поведение вошел. Такое. Там угорает что-то. Вот такая реакция на смерть. У всех разная совершенно. Кто-то пытается забыться. Кто-то побеждает судьбу. Кто-то. Вот так вот все происходит. И мы сели нормально. То есть буквально в это время, говорят, сейчас начнется посадка. Все, приготовьте, застегните лени. И мы так бам-бам-бам-бам, как консервная банка, там как-то, он так боком как-то зашел на посадку, потому что ветер. Ну, в общем, там весело было, короче. Ну, сели, все нормально. Стюардессы все бледные, ходили потом. Я к чему говорю? К тому, что, вот когда вам говорит астролог, что осеннее пальто можете не покупать, то это означает, что астролог, он не знает вообще, как вот часто астрологи не знают, как действует судьба, и поэтому пугают вас. Поэтому, кстати, я вот не рекомендую вам ходить к астрологам, потому что они чаще всего портят жизнь, они помогают, потому что они не знают, как действует судьба, потому что они просто изучили вот эту вот схему, которая называется судьба. Не знают, что у человека есть огромная сила внутри, которая называется свобода выбора, и она на карту рождения сильно накладывается, эта сила. Понимаете? Допустим, у человека в гороскопе два брака, это не значит, что, не обязательно, что у него два брака будет. Допустим, я в Риге знаю один случай, астролог сказал, будет три брака у вас, а они в первом браке. Вообще, такие слова, это очень предательски говорит человеку такие вещи. Надо говорить ему, что у тебя будет трудность, и надо их побеждать, преодолевать. Не то, что у тебя три брака обязательно должно быть. Понимаете? Надо просто об этом человеку говорить. И вот эта семейная пара им сказали, у вас три брака, они начали молиться, и у них в жизни был такой прикол. Они расходились друг с другом. Разводились прямо. Два раза. И расписывались потом. Три брака, все нормально. Но семья сохранена. Ну, то есть, даже вот вплоть до того, что так может даже быть. Ну, то есть, они взяли просто, все равно решили остаться вместе и сохранили свою семью. И дети тоже счастливы, они счастливы. Ну, понимаете, такие вещи без молитвы не обходятся. То есть, нужно... Молитва что такое? Это когда ты память о себе уничтожаешь с помощью памяти от Бога. То есть, ты забываешь про себя, как одна женщина про меня подошла, говорит, Олег Геннадьевич, как я могу помочь человеку, близкому родственнику, если вы говорите во время молитвы, о нем не думать. Я говорю, нет, нет, вам надо обязательно о нем думать, потому что Бог, он очень забывчивый. Он все время забывает. И вам обязательно надо о нем думать, чтобы напоминать Богу, типа, ему, ему, понимаешь, ему надо помогать. Слышишь? Ему, ему надо постоянно ему помогать, понимаешь? Не забывай, слышишь? Понимаете, Господь, Он вообще-то знает заранее, что вы хотите от Него. Ранее, чем вы же даже захотели. То, что Он, как наблюдатель, находится в сердце каждого человека и знает из сердца, что происходит. И проблема, знаете, в чем заключается? В том, что память о ком-то является доминирующей силой судьбы. Вот, допустим, если я помню о своем ребенке и не могу о нем забыть, то это значит, что все пространство его судьбы занято мной. Бог туда войти не может. Есть такой закон, что для того, чтобы Богу помочь твоему ребенку, ты должна верить не себе, что ты ему поможешь, а Богу. И в это время человек должен отвлечься от своего ребенка и думать о Боге. И в тот момент, когда он забывает про своего ребенка, несмотря на то, что ребенок находится на грани смерти, допустим, да, надо забыть про ребенка и думать только о Боге. Но в сердце в твоем связи все равно есть с ребенком, потому что от тебя идет к нему ниточка. И ты даже можешь, если ты сильно думаешь о Боге, можешь даже почувствовать, что с ним происходит в это время. Но лучше даже на это не отвлекаться, а просто думай о Боге.